МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школе искусств классика исполнилось 60 лет. Концерт интересен тем, что выступать на нем будут только выпускники прошлых лет. Десятилетней давности, пятнадцатилетней давности. Кто-то приехал специально из Америки. Кто-то действительно профессионально обучается и закончили профессиональное учебное заведение. А ведь будут выступать и те, которые выбрали другой жизненный путь, другую работу, другую должность, но при этом не оставляют искусство, творчество. И самое главное, сохранили навык, который ему дали наши преподаватели. История школы началась в 1961 году, когда в поселке Баковка открылась вечерняя музыкальная школа. Тысячи детей научились здесь играть на разных инструментах. А помогали в этом любимые преподаватели. Сейчас их в школе около 90. Педагогический стаж Надежды Павловны уже 34 года. Ее ученики всегда с радостью спешат к ней на занятия. Мы люди всегда позитивные. Самое, ну, это что, доброта с детьми, умение, помимо своей профессии, наверное, ну, так же все воспитание. Всякое разное, доброе, нравственность. Ну, умение, наверное, услышать каждого ученика, помочь ему. В юбилейный вечер весь коллектив школы принимал поздравления и подарки. Именно педагоги сумели создать в ДШИ атмосферу добра, взаимопонимания и заложить прекрасные традиции, подчеркнула председатель комитета по культуре. Дополнительное образование в сфере искусств – это одна из важнейших составляющих развития нашей сферы, сферы культуры. И люди, которые работают в этой сфере, наставники, руководители учреждений дополнительного образования, их вклад не просто неоценим, он велик, он важен, он достоин. Детская школа искусств «Классика» – одно из старейших учреждений дополнительного образования в сфере искусств в Одинцовском городском округе. Детскую школу искусств по праву можно назвать гордостью Одинцовского округа. Воспитанники обучаются музыке, вокалу, изобразительному и даже театральному искусству. «Классика» продолжает жить своей богатой творческой жизнью и обязательно продолжит открывать все новые имена и страницы своей истории. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».